Братья и сестры, я вместе с вами хочу сказать слава Господу. Брат уже сказал, уважаемый брат, мне как-то так сразу стало, знаете, для плоти приятно, думаю, хоть бы не возгордиться. Знаете, в простоте хочется сказать, когда мы в Доме Божьем, мы желаем, чтобы делал работу Дух Святой. И наше направление, наше желание, может, Господь иногда испытывает, когда так на нас говорят, и смотрят. Когда, может, кто-то скажет какое-то такое, знаете, слово, хорошее слово, и Господь смотрит на сердце. Его никто не видит, мое сердце каждого из нас. Но Господь его видит, Он хочет делать свою работу. Наше время очень быстро убегает. У нас есть еще желание молиться. Несколько мыслей, которые я хотел сказать. Сестры, вроде одни сестры пели, или братья с сестрами пели. Одни сестры пели. Псалом, когда неверие иногда побеждает нас. Ты прости меня. Да, такое слово, псалом, хороший. И сразу мысль. Если меня неверие побеждает, значит, должна быть вера. Правда? Должна быть вера во мне, которая противостоит всем этим козням дьявольским. И читаем место из Священного Писания. Римлянам. Двенадцатая глава. Третий стишок. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Для меня тоже сегодня урок. Думайте о себе. И каждому из нас. Но думайте, как, скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Знаете, думать о себе скромно, по мере веры. Я не раз об этом задумывался, о себе лично. Такую, можно сказать, вывел для себя формулу. Чем человек ближе приближается к Господу, тем он скромней о себе думает. Чем ближе человек приближается к Господу, тем скромней он о себе думает. Это знает только Господь. Мы не можем читать мысли, нам не дано. Может, кто-то бы хотел это делать. Мыслить о себе скромно, по мере веры. И знаете, скромность, которой очень мало, или большой дефицит, которая должна быть у каждого христианина. И каждый из нас понимает, что о себе думать скромно не всегда легко. Потому что этого никто не знает. Да, может, с кем-то поделиться или что-то сказать кому-то. Но мера веры, которая есть у каждого из нас, она позволяет нам так думать о себе. Какая наша мера веры? Иисус сказал Петру, «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». То есть, была какая-то мера веры, и она оскудевала. Но Иисус молился. Слово Божие говорит, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Такая простая, скажем, обычная, то, что Слово нам Божье говорит. Каждый из нас желает возрастать в вере. Переходить от веры в веру. Возрастать в вере – это хорошо. И правильно мы делаем, когда мы слушаем Слово Божье, когда мы его читаем, когда мы в него углубляемся, когда мы молимся, когда исполняемся духом, когда мы желаем, чтобы наша вера возрастала, мы прилагаем старания. Апостол Петр говорит, «То вы, прилагая к сему все старания ваше, покажите в вере вашей». И дальше мы лестницу Петра все знаем, правда? Что там пишется в добродетели, заканчивается любовью. Каждый из нас может возрастать. Каждый из нас может стоять. Хуже, когда уменьшается мера веры. Сегодняшнее, знаете, общение, и эта школа, которую я вижу, Господь делает свою работу, и все, кто приехали или пожертвовали своим временем, чтобы быть в этой школе, я скажу, эта мера веры вашей возрастает. Вы хотите, у вас есть желание, и Господь благословляет. Он хочет дать больше, и Он дает. И мы возрастаем. И когда что-то скажут в наш адрес, это мера веры у нас высокая. И мы внутри о себе скромно думаем. Даже, может, нас похвалят. Приятно, когда доброе слово скажут. Приятно. Но наше сердце в простоте это принимает, и это хорошо. Но когда мы в своих глазах, сами в себе размышляем о себе, и наша мера такая веры маленькая, то мы про себя такое уже надумаем. Аж страшно потом становится, когда станешь на колени и говоришь, Господи, вот это неверие побеждает. Ты прости меня. Ты сделай свою работу в моей жизни, чтобы эта вера возросла. Если кто помнит, когда Самария была окружена, и там был сановник, на руку которого опирался царь. Была голодовка, не было ничего. Елисей говорит пророческое слово. Завтра в такое-то время, по такой-то цене будет мера муки, очменя. А он услышал это. То есть будет, можно сказать, обычная цена, как всегда было раньше, до этой ситуации. Он размышляет и думает в себе. Если даже окна небесные откроются, может ли это быть? Тут голод, тут нема что кушать, город в окружении, и все уже заканчивается, а тут слово от Господа. Вот так и вот так будет завтра. И не поверил. И был приговор строгий. Увидеть глазами увидишь, кушать этого не будешь. Господь сегодня говорит тебе, друг, поверь слову Господнему, который к тебе обращается или обращалась, Господь через слово свое обращается. Поверь этому слову, потому что, может, видеть будешь, но не будешь в этом участвовать. Это будет очень больно и тяжело. Слово это Божье исполнилось. Когда люди узнали, пошли и затоптали. Читаешь так, плакать хочется, что так было в жизни этого человека. Ты и я на этом месте. Какая наша мера веры? Как мы хотим приближаться к Господу? Мы уже слышали и сегодня, и раньше, Господь говорит, будут трудности. Готов ли ты к этому? Начерпал ли ты воды, когда будет день осады? Будет ли запас у тебя, чтобы противостоять этому всему, что может постичь меня и тебя? Пусть Господь поможет нам приближаться к Господу, чтобы думать о себе по мере веры. Четыре человека согласились нести этого расслабленного в дом, где был Иисус. Не было места, как зайти туда. Вера двигала их, разбирают кровлю, опускают. Господь делает чудо, видя веру их. А их двигало что-то. Бывает так, когда мы друг для друга делаем что-то особое такое, кажется, для нас простое, но Господь через это делает что-то особое, и эта вера влияет на брата, на сестру, которая рядом. Может, через тебя Господь делает такую работу, что ты даже этого не знаешь. Но в этом прославляется имя Господне. В этом прославляется Он, потому что эти четыре взяли расслабленного, взяли кого-то, кто израненный, и принесли его перед Иисусом. Господь исцеляет. Пред нами будет молитва. Брат Степан больше скажет, как что будет проходить. Я хотел бы его пригласить сюда, и у нас будет молитва, чтобы он больше сказал, как что будет по устройству. Продолжение следует...